Псалом семьдесят седьмой Учение Асафа Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога. И не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу Духом Своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он перед глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Цуан, разделил море и провел их через него и поставил воды стеною. И днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить перед Ним и раздражать Всевышнего в пустыне, искушали Бога в сердце Своем, требуя пищи по душе Своей, и говорили против Бога и сказали, может ли Бог приготовить торпезу в пустыне. Вот Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли Он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу Своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Якова, и гнев подвигнулся на Израиля. За то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им, хлеб ангельский ел человек, послал Он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою Своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверх их среди стана их, около жилищ их, и ели они, и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его, и погубил дни их в суете и летая их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали перед Ним. В сердце же их было неправо перед Ним, и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки Его дня, когда Он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цуан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусеницы, и труд их саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их льдом. Скот их предал граду, и стада их молниям. Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стада пустынею, вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колена Израилевы поселились в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли, отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук. Огорчали его высотами своими, и истуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в селоме, с кинью, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою, и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, и устроил как небо святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от даящих привел его пости народ свой Иакова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их. Субтитры создавал DimaTorzok